Вот эти все нюансы Валбереса, Озоны, Алиэкспрессы, российские контакты. Если у него нет должной упаковки, то он будет продаваться хуже, чем продукт, у которого есть упаковка. Помимо этого всего нужно закупить, найти поставщиков, собрать, это хендмейт, ручная работа. Найти упаковку, разработать логотип. Мы сейчас работаем над логотипом. Для того, чтобы нормально упаковать продукт, кроме того, что его нужно сделать. Хорошему продукту, чтобы быть хорошим, ему нужно как бы достучаться до аудитории. Чтобы достучаться до аудитории, нужно что? Упаковка и реклама. Реклама для того, чтобы этот продукт увидели, упаковка для того, чтобы этот продукт понравился. Помните, я рассказывал вам, обещал, что буду снимать поэтапно шаги о том, как мы выходим на Wildberries. Так вот, сегодня ловите первую часть видео. Немножко откатимся назад с момента, когда мы только там начали создавать группу ВК, только там закупили фотобокс, только-только начали как-то вообще что-то понимать в этом. Там где-то месяца полтора назад я снял первое вот это видео, распаковка фотобокса, сборка, какой-то рассказ, что и зачем, почему и как. Поэтому, если вам тоже хочется выйти на Wildberries, но вы пока не знаете, какие шаги нужно делать, это видео, первая часть видео, по крайней мере, поможет разобраться в каких-то нюансах первых. Серия роликов будет минимум из шести частей, это первая. Я думаю, вам будет интересно, поэтому лови, как и обещал, как мы выходим с новым брендом Химбраслет Hello What's Me на Wildberries. И показываю с нуля, так сказать, под ключ, как мы с Джесс, моей супругой, создаем этот бизнес и доводим его до момента идеи, до момента реализации, до момента конвертации в деньги, да, потому что кроме того, что тебе это должно нравиться, деньги имеют такое свойство, у денег особое свойство энергии, да, как бы энергия денег не может не заряжать. Поэтому буду честен, мне нравятся камни, я недавно начал заниматься камнями, я не знал, что мне так понравится минералогия. Вот смотрите, друзья, метисты, например, мы с супругой, когда были последний раз на выставке, поняли, что нас этот камень прям манит, и мы его приобрели. Теперь это наш друг, талисман и так далее. У него очень интересная история, но в этом выпуске не про него, но мы про... Я про него обязательно расскажу. Короче, я создаю бренд с браслетами, мне очень нравится заниматься камнями, мне нравится их энергетика, мне нравится, что у каждого камня есть свой какой-то определенный энергетический заряд, который помогает улучшить те или иные стороны, да. Тут нет магии, сразу говорю, это не про магию, ну, это не про нас. Здесь в какой момент? Я хочу создать, точнее, я уже создаю бренд, который, во-первых, эстетически красиво будет на руке смотреться, во-вторых, будут определенные камни, например, вот у нас есть женская линия, которую Жест, кстати, создала, называется Нежность, она содержит в себе розовый кварц с жемчугом и такие переходнички разделителя. Очень красиво смотрится, мы назвали эту линию Нежность, и, собственно, для того, чтобы мы могли нормально, как бы, фотографировать не на вот этой барной стойке, те браслеты, которые мы будем загружать там в Wildberries, Amazon и так далее, хотя, минуточку отступления, у нас будет фотосессия, конечно же, красивая фотосессия, да, но мы приобрели на Озоне вот такую вот штуку, для того, чтобы можно было еще фотки делать для контент-плана, например, ВКонтакте, там, в... То есть, сеть, которую не стоит называть, которую заблокировали, да, но она работает, нельзя, но можно. Вот, поэтому я вам рассказываю все нюансы, как мы под ключ прям строим полностью бизнес, с нуля полностью создаем новый бренд, выкатываем его на рынок, и что у нас из этого получается, какие ошибки мы, собственно, совершаем. Сегодня распаковка вот такой вот штуки, вот такой вот штуки, это у нас фотобокс, как правильно назвать, фотобокс, вот такая вот штука, вот, фотобокс. Для того, чтобы мы, собственно, браслетики, которые мы создаем, фотографировали, повторюсь, не на барной стойке, да, это некрасиво, ну, это не эстетически, потому что браслеты, прежде всего, это эстетика, конечно же, да, он нам нужен для того, чтобы мы, так, для того, чтобы мы красивенько, красивенько их фотографировали. Но, повторюсь, у нас, конечно же, будет фотосессия с фотографом, очень хорошим фотографом, я познакомлю вас. Мне, короче, нужно немного времени, чтобы разобраться с этой штукой, я с ней разберусь, и вам покажу результат, что получилось, хорошо? Иди, иди ко мне, шагань и выстреми Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, said to no, man, I still go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway And in the driveway, it's a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief Better see what the negativity be But I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, said to no, man, I still go Вот такое у нас получается Короче, ребят, для того, чтобы нас Нормально упаковать продукт Кроме того, что его нужно сделать Закупить, найти поставщиков Собрать, это хендмейт, ручная работа Найти упаковку, разработать логотип Мы сейчас работаем над логотипом Вот эти все нюансы Валбереса, Озоны, Алиэкспрессы, российские контакты Группы ВКонтакте и так далее Помимо этого всего нужно еще продукт красиво преподать Как бы, какие бы свойства не были У камней, я все равно работал пять лет в маркетинге Я понимаю, что какой бы крутой продукт не был Если у него нет должной упаковки То он будет продаваться хуже, чем продукт, у которого есть упаковка Понятно, что есть такое, бытует такое мнение Что там любой хороший продукт будет разлетаться Но не совсем Вот этому хорошему продукту, чтобы быть хорошим Ему нужно как бы достучаться до аудитории Чтобы достучаться до аудитории Нужно что, упаковка и реклама Реклама для того, чтобы этот продукт увидели Упаковка для того, чтобы этот продукт понравился Соответственно, вот этот фотобокс Как он правильно? Фотобокс Будет работать на то, чтобы делать этому продукту красивую упаковку Как вы поняли, это только начало Поэтому в следующем видео я Вторая часть нашего выпуска про то, как мы выходим на Wildberries Будет состоять из того Как я подбирал коробочки, бирки, брелки Что заказывали дополнительно Что нужно доработать в продукте, чтобы он был более-менее годный Конкурентоспособный Это все у нас во второй части выпуска Следите, кому понравился видос Кому интересно посмотреть этот путь От А до Я, как мы проходим Ставьте лайки, репосты Это мотивирует, радует Заставляет делать еще больше, еще лучше Поэтому я буду очень рад Вашей реакции И вторая часть будет скоро И она будет не менее насыщена, чем первая Я там расскажу про цены Приблизительные Сколько стоит, сколько примерно потратили Мы с вами узнаем Так ли это, как поют вещи Как бы вещи инфо-цыгане Которые говорят Пройди 5-дневный мой курс И выйди на Wildberries без вложений на 100 тысяч рублей Посмотрим Так ли это на самом деле Субтитры создавал DimaTorzok